Многие женщины хотят успешного либо преуспевающего мужчину. Почему? Потому что с таким мужчиной чувствуешь себя как за каменной стеной. Такой мужчина дает ощущение надежности. А это природная потребность женщины. Чувствовать от мужчины надежность. И если мужчина, у него постоянные долги, он непонятно, какие у него цели, непонятно, куда он двигается, если он живет с мамой, то этот мужчина не вызывает чувства надежности. Нельзя называть такого мужчину мужчиной. И поэтому понятно, что многие женщины хотят надежного мужчину. Это ассоциируется с успешностью. Но если посмотреть статистически, то все-таки многие женщины почему-то тянут семью на себе, почему-то зарабатывают больше мужа, почему-то более надежны, чем их мужчина. Или женщины, которые хотят встретить успешного преуспевающего мужчину, но у них не получаются. Попадаются какие-то так называемые мамкины брюконосцы. И в этом видео я хотел бы разобрать эту тему для того, чтобы тем женщинам, которые уже в отношениях, стало понятнее, что делать, чтобы их мужчина преуспевал. А те девушки, которые еще не встретили мужчину, как сделать так, чтобы в их поле появлялись преуспевающие мужчины, и эти мужчины хотели отношений с вами, как с девушкой. Светлее, если вы готовы сделать первый шаг на пути к мужской надежности в вашей жизни, чтобы вокруг вас все расцветало, мужчины радовали, не гневали, тогда прямо сейчас ставьте лайк, и мы продолжаем. С чего хотелось бы начать? Если представить зоопарк или животную фауну, то есть разные животные. Вот так же и мужчины. Ну, кажется, что мужчины-то, ну, все они одинаковые, но отличаются знаками зодиака, цветом волос, годом рождения, национальностью, религией. Но на самом деле, если мы говорим и с точки зрения финансов, и с точки зрения мотивации, тоже мужчины есть разные. Они тоже отличаются. И при этом то, как взаимодействовать с такими мужчинами, подход, он тоже отличается. То есть, если вы с разными мужчинами ведете себя одинаково и ждете от этого одинаковый результат, то это большая ошибка. То есть вам нужно точно разбираться, чем отличаются эти мужчины. Поэтому, ну, то есть, если вы привыкли взаимодействовать со слабыми мужчинами, мамкиными, брюконосцами, которые заставляли вас вести себя определенным образом, и вы тот же подход поведения используете с нормальными мужчинами или потенциально нормальными, то так это не работает. Что нужно понимать? Есть, мы можем разделить мужчин на несколько типов с точки зрения зарабатывания денег. Первый тип мужчин – это так называемые достигаторы. Да, это те мужчины, которым важны результаты, которым важно постоянно расти и двигаться вперед с точки зрения материального. Второй тип мужчин – это так называемые слабые мужчины, так называемые мамкины брюконосцы. Это те мужчины, которым ничего не надо. Все, что им нужно, это просто, чтобы хватало на их какой-то стиль жизни, к которому они привыкли. Вот если мужчины-достигаторы, они ищут ответственность, они ищут, как себя еще взять дополнительную ответственность в этой жизни, потому что они понимают, что дополнительная ответственность – это рост, это рост дохода, то слабые мужчины, они что делают? Они этой ответственности избегают. То есть, если он приходит на работу, ему хочется, чтобы его желательно никто не трогал. Вот он с 9 до 6 отсидел, что-то там поделал, изобразил, имитировал бурную деятельность, и все, пожалуйста, отцепитесь. И после 6 он возвращается домой, включает сериал, открывает пивко и нормально. И есть третий тип мужчин – это средние мужчины. Это стабильные мужчины. Это те, кто и не достигаторы, и не мамкины брюконосцы. Это те мужчины, которые умеют зарабатывать неплохие деньги, да не миллионы, они комфортно себя чувствуют, они тоже ответственны, у них, скорее всего, какое-то любимое дело, но они не стремятся, то есть, если они открывают кафешку, то они не мечтают о том, как открыть 50 кафе по франшизе, да, или там, как построить сеть. То есть, вот есть три разных типа мужчин с точки зрения зарабатывания денег. Достигаторы, мамкины брюконосцы и стабильные мужчины. Подробнее и о том, как взаимодействовать с такими мужчинами, супер детальные нюансы. Я подробнее рассказываю на бесплатном онлайн-курсе «Мужчины. Честная инструкция по применению. Без драм и манипуляций». Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Прямо сейчас нажимаете и записывайтесь. Какую часто я вижу ошибку? Вот недавно от знакомого я слышал такую фразу. Он говорит, Ярослав, я не понимаю, чего от меня моя девушка хочет. Она хочет, чтобы я был романтиком и много времени проводил с ней? Или она хочет, чтобы я зарабатывал деньги? Я не могу определиться. Да, мне важно, чтобы она была счастлива. Мне важно видеть ее улыбку на лице. Но честно, я не очень понимаю, что конкретно она от меня хочет. И вот эту проблему я тоже часто слышу от достигаторов. Это когда женщина от достигатора пытается сделать домашнего котика. То есть она обесценивает его стремление. Ей кажется, что то, что он много работает, то, что он постоянно в работе, она видит в этом минус. Она определяет претензии, что он ей мало уделяет внимания, мало времени проводит с семьей. И по сути она хочет как будто бы обрезать ему крылья. Достигаторы. Значит ли это, что у них всегда много денег? Или значит ли это, что если сегодня миллионер, то завтра миллионер, после... Нет. Это может знать, что сегодня миллионер, завтра минусы, завтра долги. Завтра там какое-то происшествие кинули, обманули. Что-то не так пошло. Но спросите себя как женщины, я к этому готова? Жизнь с достигатором, это жизнь как на серф-доске. Это постоянные качели. И это неплохо. А какая-то женщина скажет, да, я все понимаю, Ярослав. Я понимаю эту цену, и мне нравится. Но я не могу с другим мужчиной. Я все это понимаю, прозрачно на это смотрю. Но обычно девушки на достигатора смотрят только на хорошую сторону. Но то, чему я учу на бесплатном курсе, на путь женщины платном курсе для женщин, да, это то, что у любой монеты есть две стороны. Вот достигатора есть плюсы? Есть. Но возле каждого плюса напишите минус. У стабильного есть минусы? Есть. Но возле каждого минуса напишите плюс. Нет миллионов, зато есть стабильность. Есть такое понятие психологии, как негативные денежные установки. Да, что деньги это плохо, богатые там это воры, да, там, деньги это зло. Но честным путем деньги не заработаешь. Негативные установки неправдивые. Но тоже так же у многих женщин есть негативные установки по отношению к богатым мужчинам. Ну, например, богатые изменяют. Богатый поживет с тобой, поматросит, а потом на молоденькую поменяет. И так далее. Среди мамкиных брюконосцев не меньше изменщиков. Все это списывать негативные стороны только на успешных мужчин, это не совсем так. При этом настроение у кого лучше, у кого из этих мужчин лучше настроение. У стабильного мужчины, у него нет перепадов настроения. Потому что у него нет стресса. Он себя не загоняет, как белка в колесо. У него фокус на том, как себя комфортно чувствовать, как комфортно жить. У достигатора нет такой мысли, как комфортно жить. Ему скажи, чувак, у тебя много денег, остановись, живи всю свою жизнь комфортно. Да он пойдет лучше спрыгнет с 10 этажа. Потому что для него это просто как разрушение. Для него это ужас. И если, пожалуйста, человек тревожный, но при этом делает, ну, например, хорошие рестораны, где люди с удовольствием приходят, чем плохо? Это полезный человек для общества. Кстати, давайте проясним прямо сейчас в комментариях. А какой тип мужчины подходит или нужен именно вам? Если вы пока что сомневаетесь, то тоже этим поделитесь в комментариях. Я думаю, всем будет интересно узнать статистику. Потребности мужчин, они абсолютно разные. Вот если достигатор, он хочет от женщины что услышать? Ты крутой, ты много работаешь, вау, восхищена, ты не сдаешься. Скажите это мамкиному брюхоносцу. Он на вас разозлится. Потому что он сам не хочет много работать. Он хочет избегать работу, он хочет избегать ответственности. И он тянутся будет к другой женщине, которая, наоборот, в которой много тепла, в которой много ресурса, в которой много любви. Вот к такой женщине он сам с удовольствием будет тянуться, бежать с работы, бежать со своего бизнеса. Если мы говорим про стабильного мужчину, не надо в нем ценить достигатора. Цените в нем то, что, ну, слушай, ты стабильный, у тебя все просчитано, у тебя все продумано. Ты не рискуешь, да? Поэтому вам важно понимать, какой тип мужчины вам ближе. Вам важно понимать также, на каком этапе развитости вы сейчас находитесь. Потому что если вы не начинали прокачиваться как женщина или как личность, может быть, для вашего нынешнего уровня подходит такой мужчина. А когда вы прокачаетесь, дорастете, вам вы уже скажете, нет, мне такое не подходит. Мне все-таки кажется, что мне будет лучше с другим. И если вы понимаете, что вам для нормальной жизни, комфортной, достаточно определенного, чтобы в вашей семье был такой доход, конечно же, важно вам задаться вопросом, какой женщиной мне нужно быть, чтобы возле меня мужчина столько зарабатывал. И мужчина, который столько зарабатывает, к какому типу мужчин он относится или может относиться? И если вы как женщина понимаете, что вам все-таки ближе и по кайфу мужчины-достигаторы, тогда, да, это абсолютно нормальное желание. Вы должны понимать их плюсы и минусы, нюансы, их травмы, то, что нужно этим мужчинам на самом деле, чего им не нужно, какое поведение им точно для них разрушительно. И, соответственно, с соответствующим подходом взаимодействовать с этим мужчиной.